Пострадает, его уже в тюрьму. Ну а Христос где был все это время? Почему Христос был в тюрьме, а мы не идем по его стопам? Мы только об этом сейчас и говорим. И уже вся церковь, вот вся церковь сейчас стоит на краю погибели из-за этого. Потому что они своих священников направляют везде в армию. Они полковые священники сейчас есть, с алтарями, все. И что они делают? В бой благословляют этих пацанов. Освещают оружие, бронепоезда, танки, на которых они ездят. Вы думаете, это просто так останется? А где любовь к врагам? А они учат своему уже. Положи там, положи живот свой за другие своя. Евангелие Тайна, 15 глава, 17 стих. Ну и это о чем говорится? Да это Христос сказал, что Он за нас отдает свою жизнь. За нас, за всех, за спасение, чтобы мы были на небе. А теперь давайте наших мальчонков возьмем, их оружие им нацепим и пошлем в бой против кого бы то там ни было. Террористы там хоть какие, хотя мы их сами создали, всех террористов. Первые террористы были русские. Поэтому нигде не верьте, что кто-то там первый террор устроил. Вон этот Пугачев Емельян такой террор устроил на всю Россию. Еще тогда не было никаких поездов даже. До сих пор аукается. Даже целые регионы были переназваны. Мы сейчас даже не знаем, какие названия там были. Только читаем Пушкина когда. Вы знаете, что Пушкин описывал это восстание? Нет? Да. В архив специально царь ему поручил. И царь, Пушкин был его злейшим врагом. И когда он написал восстание Емельяна Пугачева, бунт Емельяна Пугачева, царь прочитал когда этот очерк его, он написанный прямо из архивов. И он его сделал своим лучшим другом. Сделал его заместителем министра иностранных дел по-нашему. Пушкин был. Это вот сейчас только все узнается. А Пушкина разрешала советская власть. Они тоже мало ли дочитали. Или не хотели этого знать. Вот так вот. Поэтому нельзя никого убивать. Нужно любить. Вот сказал Христос, любите врагов ваших. Давайте будем следовать точно этому пункту. А так-то, что не жить-то? По стихии мира сего. Конечно, иди всем улыбайся. А написано, ты не можешь всем угодить. Не можешь. Или мамоне, служи. Или Христу. Ну, этот выбор, сами понимаете. Все, кто, я думаю, здесь сидит, этот, ну, кроме детей еще. Они понимают, поняли уже, как этот выбор делать тяжело. И вот этот выбор, патриарх Терилл, он не сможет сделать. Я вот смотрю на него, как он отвечает на все. Он просто не сможет себя переселить. Ему надо попону сложить эту свою. Тогда, может быть, он... А так, в этой попоне, и Путину напрямую сказать, ты что делаешь? Ты же кровопийца. Ты понимаешь, что все благословение мимо нас проходит. И мимо меня. Я тебя учу, учу, дурака. А ты все снарядами и ракетами. Все снарядами и ракетами. Как самолет грохнули целые, там, 280 человек. Всех отпивать сразу. Все в царство небесное. А это неправильно. Это мы сами виноваты, что взорвали самолет. На себя нужно было перекладывать все. До этого мы как этих мусульман долбили. И в Чечне, и везде. В сортирах там будем их убивать. А началось-то все с чего? С того, что они говорят, мы не хотим жить, как вы. Посмотрите, у вас женщины голые ходят. Мне он сейчас перед отходом, там, это интернет открыла, жена, и показывает фотографию. Идут две в хиджабах мусульманки. Вот только вот так вот лица открыты немного, в черном. А навстречу девушка такая. И это, ну, вот в коротком платье, вот так вот все голое. И вот волосы такие, она на каблуках мимо них проходит. И они на нее так смотрят. Вот что они думают, скажите? Когда такое благочестие сталкивается напрямую, прям, с таким развратом настоящим. Марина говорит, я думаю, что они на нее осуждающих смотрят. Я говорю, Марина, они на нее смотрят, это война уже. Это Чечня с этого начала все. Потому что они сказали, а мы не хотим, чтобы у нас так женщины ходили. Мужики их не сказали. А там нашлись оголтелые русские. А что это вы? А наши пускай ходят, мне все равно. Ну, и все. И началась опласталовка. А теперь уже, ну, подобрались там. Ну, так не ходят. Вот Игнат Игнатьевич был? Ты же был в Чечне? Нет? И говорят, что нет, там такого нету. Ну, то есть там кто-то мелькнет в штанах, ну, редко-редко. А так в основном, в плотках там все они ходят. То есть они подобрали этой войной. Не просто так это все было. Так что теперь во всех регионах воевать? С чего началось-то, надо думать. Все с благочестия началось. Они только этому и учат всех своих девушек, чтобы у них главное все, цель они поняли. Главное зло идет от женщины. От Евы. Все. Они это поняли. И они все свои цели, устремления. Женщину что нужно сделать? Она как ржавчина, как моль. Везде проедает, везде вылезает. Закупорить ее, закупорить. Они даже... У них архитектура вся, чтобы женщину не было видно. Вся внутренняя архитектура, внутрь двора. Вот мужчина твой, вот твой отец. Он благочестивый, он тебя охраняет. А тебе нужно сохранить детство. А внутри кипит. Сатана там с ней борется. И вот у них эмансипация начинается. А им что делать, мужикам? Они как предки жили все. У них такой закон. Если нарушается, то приходится убивать. И все, и пошло дело тоже. У них Христа нету со своей стороны. А у нас, если посмотреть, и не было его. Так мы еще обманываем. Говорим, что у нас все хорошо. Посмотрите, как в церкви. Все хорошо. Тишь, да гладь, да Божья благодать. Только вот у нас храмы освящают. Все христики. Опять такой здоровучий храм. Ну и там сколько-то нам народу, видать. Ну патриарх приехал, приехал. Вот, ну теперь зайдите в этот храм, когда будет будничный день. И там стоит священник. Это ну десяток, двадцать человек, больше и не будет. Все. А почему? Да и то эти люди, вы поговорите с ними, чего они пришли. Вот как мама моя. А ты, сынок, думаешь, просто так вот у тебя хорошо жизнь-то началась. Ты там дом начал построить, там машина у тебя. А что такое? Я говорю, мам, ну конечно не просто так. Бог помогает. Ну молится. Ну ты, муж, помолилась. Да, правильно. Вот там ехала к домнушке, к матронушке московской какая-то там богомолица. А я ей дала там денежку, записочку, как мне сказала она, написала. И она там записочку куда-то воткнула. Понятно? Поэтому у тебя все и появилось. Я говорю, мама, ловко ты меня решила к язычству приписать. Здорово, молодец. Я говорю, ну теперь начнется. И точно началось. Шмяк-бряк, ни машины, ничего. Ни того, что я там ищу. Ничего нет. Вот написалась она матронушке. Ну и что дальше теперь ты скажешь, мама? Теперь кому ты там что писала? Сынок, так это теперь уже, ну как бог даст? Ну а вот не надо вот этим играть-то с богом. Матронушки. Ну молилась Христу и молись дальше. Христу как-то ответа не видим, что-то там то не видим. Не видишь? Вот сейчас увидишь. Не надо этих заигрываний. Конкретно нужно идти, вот как, брат, по окровавленным стопам твоим идем. Ага, давайте разберем вот это окровавленные стопы и все поймем. А так, идем. Мы за тобой. Не просто ты Господа чтишь, а чтишь его в истине. А так можно наговорить, что хочешь. И жить даже, ряс понадевать кучу. Вот брата учить чему-то. Вот его учить только портить, я вижу. Вот там вот этих всех учителей перед ним посадить, они там вот только рты пораскрывают, когда начнет он разговаривать. Давайте дальше. Одиннадцатый стих, давайте. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Толкование. То есть, чтобы все говорили, что Господь Иисус Христос есть Господь и Бог. В том заключается слава Отца, что Он имеет такого Сына, которому покоряется все. Видишь ли, что в прославлении Единородного заключается слава Отца. Так что, напротив, умоление Его составляет унижение Отца. Вот свидетели Егова, они как раз унижают Отца тем самым, что умоляют Сына. То есть, это же Сын Божий. Я говорю, так ударение на слове не на Сын делать. Они говорят, ну Сын же меньше Отца. Я говорю, а на Сын Божий, что Он Божий. Я вчера общался с Райхан из Казахстана, которая приняла крещение. Родилась от наших, от Игнатия Тихоновича через интернет. Даже хотела приехать в этом году на крещение, но дожди. Что, ее там крестили? Да, и весь дом ее. Она была пять лет у Свети Леговы. Пять лет ее учили, что Иисус Христос не Бог. И что, она начала как-то смотреть на нас и... Да, ездить, брат, не обязательно теперь уже. Господь так сделал, что ты сидя дома можешь рождать тебя духовно, как это делать, и не Тихоновича уже. Все прошлый год интернетовские, этот год интернетовские все. Канада, Беларусь, ну наездить-то туда. А он проехал один раз, ну а дальше что, дальше ездить? Дальше тебе Бог позволил. Он не может ездить по здоровью, а дело Божие делается. Симе брошено. И оно и до сих пор бросается. Плоды, плоды. Да я тебе скажу про Красноярск. Там уже почти 40 человек у этого отца Константина и все баптисты вместе с пресс-витером. Чуть-то не на вся община перешла уже к нему, к отцу Константину. Ну батюшка говорит, ну отец Константин, я его знаю, это недолго вроде как будет. Я говорю, так вот надо туда ехать вам. Поехали бы, поддержали там, ну поговорили или что. Нету этого? Нету. Все. Все раз, каждый в своей сидят. А с баптистами-то есть о чем поговорить. Потому что они, наверное, вопросы будут задавать. А так вот охота свежего, знаете, чтобы побеседовать. Вот как мы с братьями беседуем, вот так соскучишься бывает по разговорам, таким духовным. Тебе по неволе вот надо бы ехать. По неволе. По неволе. По неволе. Как будто возьми из братьев и Монсердия. Ну, по осени у меня желание было туда. У меня тут родители сами собираются, вот в чем дело. Приезжать, но они потом уедут к зиме. Ты вот сейчас про баптистов напомнил. Я вспомнил, я был в горном Алтае. В прошлом году, помнишь, Тарасов был боксер-тренер? Ну, конечно. Ходил к нам туда на занятия. Я позовем. И в этом году тоже боксер и тоже тренер. Он другой. Денис, помните. Денис теперь. Он пятидесятник. И мы там с ним беседовали много. Он мне за иконы что-то начал тоже. Они же не признают иконы. Ну, поговорили. А ему этот ответ уже говорили. А там баня, ну, в бане моемся. Смотри, он весь в наколках, весь в иконах. Пятидесятник. И мне доказывают, что иконы. Вот так все. Я сейчас упал. Смешно. Смешно. Сам понакололся. И теперь кто-то пикун. Он, видимо, до обращался. Ну, это понятно. А теперь он умный стал. Ну, я ему ответил по иконам. И он говорит, а мне уже точно так же отвечали. Ну, и что теперь дальше? Ну, и что-то неудобно. Ну, и что-то... Ладно, Бог с ним. Так, двенадцатый стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Толкование. Увещание должно соединяться с похвалой. Ибо через это они делаются более удобоприемлемыми. Поэтому и Павел превозносит филиппийцев, называя их возлюбленными, и говорит, как вы всегда были послушны, как бы говоря этим следующее. Я показал вам, что Сын Божий был послушен. Итак, подражайте Ему и себе самим. Потому что тогда могло бы показаться, ну так, естественно, подражайте Ему и себе самим, как так себе самим. Тем, кем вы были раньше. Ну, изначально, как уверовали. А, да, да, да. Потому что они, наверное, начали отступать немножко от истины. Себе самим. Вначале более послушно, потом более охладили. Потому что тогда могло бы показаться, что вы все делаете из почтения ко Мне. Если же и теперь покажете усердие к добродетели, то явно и тогда вы были таковы не для меня, а для Бога. То есть в присутствии Павла они были послушны. Сейчас Павла нет, а они продолжают быть послушными, потому что верят, что Бог вездесущий. То есть смысл такой. Не ради себя, говорит, я увещаю вас, Павел, но ради того, чтобы вы совершали, что относится к вашему спасению. Со страхом, и при том напряженным, и с трепетом. Потому что без страха ничего хорошего не совершается. Ни в науках словесных, ни в искусствах механических. Как же может родиться такой совершенный страх? Если мы будем думать, что Бог присутствует всюду, все слышит и все видит, не только что делается, но и что находится в мыслях. Тогда будет страх. Будем думать, что Бог присутствует посюда. Служите, говорит, говорит пророк Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Салом 2.11 Радость же с трепетом бывает тогда, когда кто-либо, делая хорошее дело, и при том с трепетом, имеет чистую совесть. Сказал, совершайте, а не просто делайте. То есть с великим старанием и заботой. Вот тоже вот это читаю, вспоминаю вот этого Пятидесятника. А мы спасенные. Так, куда ходит, как называется? Камень веры. Классический Пятидесятник. Он на языках молится, тоже о языках с ним поговорили. Он тоже задумывался, а не признавание, лето, и тоже ему вещали, но он вот так вот колеблется. Просто я общался с новой жизнью, они признают иконы, и все, для них это нормально. То есть это не принципиальный вопрос, который... Признавание, признавание, этот вопрос всегда зададут православным. Да, ну, это то, чтобы вот так лукавство, он просто говорит, ну я иконы, так как у меня икона висит, вроде бы. Или лукавит, или не дошел после. Он, главное, тут же и признает, и тут же говорит, ну написано же. Ну объясни мне. Ему тут же объясняешь, ну написано же, что сделайте. А он опять, ну написано же, не делайте, а сделайте он, как у него телена. Сделайте изображение. И здесь тоже про страх с ним говорили, но он говорит, мы спасенные. Я говорю, ну а как же написано, мы со страхом совершайте свое спасение. Многие потерпели кораблекрушение в вере, как ты можешь назвать себя спасенным. Это дух самообольщения. То есть тебя обольстили уже учителя. Ты не такой-то неспасенный. Ты можешь быть, ну я же рожденный свыше, значит, спасенный. Я говорю, имеешь надежду на спасение. Нерожденный не имеет надежды, неверующий не увидит в жизни во Христа все набора. А как же вот страх и трепет, и в то же время радость, как это может вместе сочетаться, то есть они не понимают. То есть как можно Бога и любить, и одновременно бояться. Потому что у них нету исповеди, вот и все. Исповедь была бы, он бы знал, что такое бояться. Стыд. Бояться огорчить. Стыд вместе с совестью. Это все сразу явно становится. То есть ты дерзкий или дерзновение имеешь Господу? Дерзость от дерзновения иногда не отличат. А то не так разговаривает с Господом, как будто он где-то им должен. У нас даже такого я не видел, чтобы такое как-то было. Ну, бывает там в церкви дьякон, как начнет басить что-то, ну, тоже мне кажется, это перебор. Ну, так нельзя к Господу обращаться. Господу, что-то такое. Ну, его говорят, о, какой голос хороший поставленный тоже. Ну, это редко бывает. А у них прям вот так вот обращаться к Богу, благословение, вот прям он как будто и как факир выхватывает из воздуха благословение. Факир, огонь, а он так, хоп, благословение, на тебе, на. Подходит, держит женщину там или мужчину здорового такого. Полу вот так вот трезь, прям трезь такой, трунк. Это его, как-то вот так вот, раз по лицу, опять, опять трезь его по голове, он падает. Продолжаем, давай. Тринадцатый. Это вау песятники лечат так. Тринадцатый стих. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Толкование. Сказав со страхом и трепетом, апостол теперь говорит, вы не смущаетесь этим. Я сказал это не за тем, чтобы ты отступил от добра, но чтобы был внимательнее, потому что если ты будешь усерден, Бог все в тебе будет совершать. Ибо он сам дает нам и расположение к добру, и самое доброделание доводит до конца. Бог производит в нас хотение, то есть содействует нам в желании добра и укрепляет нашу добрую волю, и вместе возбуждает ее рвение. Или иначе, так как он сам завершает дело, а мы, люди, направляем свое желание к тому, что видим уже совершившимся, посему апостол и говорит, что и самое хотение производится Богом. Например, ты чего-нибудь пожелал, ты тотчас же начал это делать. Если же последовало завершение дела, в тебе рождается еще большее желание делать то же дело. Если же нет, то воля твоя становится слабее. Итак, если от Бога зависит окончание дела, и оно возбуждает и наше желание, то совершенно справедливо апостол говорит, что и само желание зависит от Бога. Или же Павел говорит из чувства великой благодарности, что самое желание производит в нас Бог, подобно тому, как и добродетель, он называет даром, не отрицая свободы выбора, но желая, чтобы мы всегда были благодарны и все относили к Богу. Заметь выражение в вас, в вас, хотение и действие Бог производит. Заметь выражение в вас, то есть, которые содеваете спасение... Соделываете. Соделываете, да, тут содеваете. То есть, которые делаете спасение со страхом и трепетом. А которые со страхом и трепетом, тех Бог усиливает желание, у которых ни страха, ни трепета, невнимательный, конечно, отнимется и то, что имеет. Помните такое, которое вот слушали? Да. То, что и думаете. Потому что в таких только людях Бог совершает все, которые боятся Бога. Которые Бога не боятся. Я вот 50-ти говорю, если ты Бога не боишься, начни сначала. Вообще. Дальше. Не боятся от него. Зачем Бога не боятся? Да, любовь боятся. Они о страхе вообще понятия не имеют. Далее. По своему благоволению. То есть, Бог производит нас в оленье по своему благоволению. Теперь разберем, что такое по своему благоволению. Своему большому духу. То есть, чтобы исполнилось на вас благоволение и его благая воля. То есть, Божья. Именно, чтобы мы жили так, как он, Господь, сам хочет. Так, будьте уверены. Бог всячески будет помогать вам жить право, если не ради чего другого, то ради того, что это ему благоугодно. Можно? Да. Хочу пример привести. Вот у меня нос, видите, с горбинкой. Все время меня это мешало. Вы знали, как меня дразнили. Что только не делали. Оказывается, многие девчонки у меня влюблены были в классе. И только я об этом узнал уже спустя лет 20 или 30, как закончил школу. Ну, так вот получилось все. А вот это вот же я не просто так заработал. Это меня били. Били. Трое человек сразу. Три старшеклассника. Били меня. И вот они мне разбили. Вот так нос выбили. Все. Сначала-то ничего не было вроде как. Синяк просто. Ну, так вот на все лицо. Под глазами. И нос красный. Все. Мама не поверила. Ну, я сказал там. Дело все в том, что с молодых ногтей меня воспитывали так, чтобы я не жаловался. То есть, если я получил где-то, значит сам виноват. Там никаких альтернатив не было. Все. Если фингал под глазом где-то что-то ссадина и все. Я сам виноват. Потому что родители мне все рассказали. Где нужно гулять. Что нужно. Куда залез, сам виноват. Все. Не надо жаловаться ни на кого. Никуда не ходи. Туда не шляйся. Туда не выходи. По ночам там не бегай. Вот вечером в 8 часов будь дома. Это уроки. Ну, а я не поседа. Ну, сам виноват. Ладно. Все. И вот это все у меня выросло. И когда я стал уже юношей, мы играли в футбол. И я увидел одного из тех, которые меня били. Он в противоположной команде играл. А я уже дзюдо занимался. Здоровый был парень. Ну, и я этим своим говорю ребятам-то. Я нашел, говорю, того, который меня бил. Он с другого района это было. Мы туда, нас туда занес, дьявол в этот район. Ну, и получили от чужих. Они говорят, ну что, давай сейчас, говорит, отметелим. Да и все. Он тут на нашей сейчас территории. Тем более. Есть за что зацепиться. И я в то время мог вполне бы это сделать. Я сказал, да ну, и чем, как можно. Нельзя этого делать никак. И вы бы видели, как когда мы командами проходили уже, ну, сыграли, не помню как. Ну, а мы по всей форме, все. И мы командами проходили и руки друг к другу жали. Ну, там еще майками есть, обмениваются. Но мы были не в том состоянии, у нас не такие деньги. Поэтому просто руки пожимают там. Пам-пам-пам-пам-пара-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Музыка такая играет. Это футбольная. И мы пробегаем так такой трусой и друг к другу руки жмем. И вот он тоже раз к мне навстречу. Я смотрю, он меня вообще не помнит. Думаю, да, конечно, ты меня сейчас не вспомнишь. Я уже совсем другой национальности из-за тебя стал. Но меня так смешно это все стало. И главное, самое интересное, по ходу игры, я в нападении, и он в нападении. Мы с ним постоянно пересекались. В центре поля получилось так. Вот так вот. И прощение я это сделал. Я даже не знаю почему. Я не знал этого до тех пор, пока не пришел ко Христу. Я понял. И таких вот фактов, когда мне что-то делали, и я вот просто это, ну как, ну даже не то, что прощал, наверное, получается. Но у меня внутри-то не было такого, а я тебя просил. А просто я знал, что ну вот это не надо так делать. Он мне сделал, а мне не надо так делать. И вот показывают один фильм, и там, ну про десантников. И там вот они сидят, эти пацаны, десантники, новопривокшие. А их эти задолбили уже деды. И один сидит, у него фингал под глазом, поцарапанный весь. Ну деды его молотят. И там эти, ну рассуждают между собой. Один сидит. Ну только бы сейчас вот это вот полгода прошло, придут вот эти новобранцы. И я на них так отыграюся. Переломаю там ребра там, печени поотбиваю всем. Как мне вот делали. И дальше сидят там, шьют там, ну подшивают воротнички там все. А другой сидит и говорит, а я не буду никого наказывать. И все там, ну сколько их там было, человек шестное. Ты че? Там, Колька, ты че? Как не будешь? Ну, не то, что там по службе, конечно, буду наказанием. А так вот просто как вот у нас не буду такого делать. И так, что? И там сразу сержант такой. Ну-ка давай иди сюда. И сразу парню досталось по полной программе. И всегда так было. Сатана выбирает вот тех талантливых, которым дар Бог дал. Прощать, быть милостивыми, которые могли примером быть. Вот Путин явно был из тех, которые наказывали. Ну может быть он не чморил, как говорится. Но уж по этой служебной лестнице никто от него не ушел. Мы сейчас это видим, как он государством управляет. Потихоньку, полигоньку забирает так, что уже скоро дышать нельзя будет. Уже проповедовать нельзя с документами. То нельзя. Сейчас за просто так будут садить нас. Вот увидите. Вот просто еще не садили. А уже подходили потихоньку. Милиция. Там нас останавливали, помните, на вокзале уже съемка там. И так далее. И везде уже. Все уже обложили, как медведей. Осталось последнее теперь. Им уже войти в это, в религиозное. Вот видите, отвечала наша сестра. В прокуратуре. И они ее еще не понимают. Они еще в религиозную деятельность не вошли. Но они войдут. Все разберут досконально. И достанется нам на полные орехи. Мы будем доказывать, что мы не верблюды. Московская патриархия будет беленькая, пушистая. А мы все будем террористами. Потому что, а Московская патриархия хочет хорошо жить. Она вас хочет в свое лоно взять. А вы такие ершистые, непослушные. Что это вы решили? Декларация митрополита Сергия. Вам что не нравится, что патриарх у вас стал? Ну, они все это выяснят в конечном итоге. Пока просто никто не выясняет. Еще не до нас. Но уже близко. Будем отвечать за всех. Поэтому это все очень хорошо знаете. Перечитайте еще декларацию. Перечитайте, почему мы против Сергия и его декларации. Почему мы за соловецких мучеников, 32 епископа, которых замучили. И о них ничего не известно. Камушка не осталась, где бы хоть одно имя было выграблено. И как сказал герой одного фильма, называется «Атлет Пугачева». Последний бой майора Пугачева. Он сказал так. Даже если мы умрем, мы все равно будем правы. Вот такое должно быть у нас. От нас тоже может праха не остаться. И никто не будет даже знать, что ты за истину стоял. Но таких знай. Миллионы, может. На небе встретимся с этими братьями своими. А так и типа вот этой восходящей, как сейчас идет Московская патриархия. Да другие там еще. Это легко. Только нос по ветру он поддакивает, что Сирия. Хорошо, молодцы, удар хороший был. И так далее. Боевые. О, отлично все. Попы в армии. Хорошо, давай побольше их туда. Пацанов наших всех туда запихаем. Пускай учатся убивать. Защищать Родину. Все делайте без ропота и сомнения. Толкование. Дьявол, когда не в состоянии бывает совершенно отклонить кого-либо от добра, приводит его или в отчаяние, или к тщеславию. Если же и этого не может сделать, то внушает ему ропот или сомнение и неверие. Так как филиппийцы подвергались искушениям и постоянным опасностям, то впоследствии этого многие из них впадали в ропот и богохуйство. Апостол поэтому и говорит, все делайте без ропота. Потому что кто ропщит, тот становится неблагодарным и зловечивым. Под сомнением апостола разумеют колебания мыслей. Например, если бы, когда предлежит исполнить заповедь, стали говорить, да будет ли мне награда, да хорошо ли это. Ибо такого рода сомнительных помышлений допускать не должно. Но делать с уверенностью, требуется ли труд или напряжение, не следует допускать колебания. Можно? Можно. Ну и вот интересно, вы сейчас слушаете, что тут говорится? Да. Вы понимаете, что это такое вообще? Все стоит. Это вот взять вот самого чемпиона олимпийского по вольной борьбе, там здорового парня. И я бы даже сказал, он не вылезет эту коляску. А тут сестры, какие-то братья, вот возьму на вашу посмотрю. Как он все это сделает, мне интересно. Я говорю, Василий не поет у нас. Сестры, вы заметили, Василий не поет. А ты кто такой, чтобы ты его сразу в ад записываешь? Ты кто? Усу я что ли? Вы понимаете, на кого вы крыситесь-то? Вот мы такие. Полукрысы. Вы понимаете, что будет дальше? Мы такие. И они меня до такой степени грызли тут, что... Прошли нас. Конечно, в итоге сказали, ты вообще-то христианин. Ты не христианин еще? Вот так мне даже сказали. Ну, уже столько времени прошло. Давайте... Я вот это вообще не понимаю, вот этого... Да, благодарствую. Не поймешь. Исполоть. Да, да, да. Ты вас не поймешь. Мы такие. Я не пойму этого никогда. Так, ну, как к вам относятся эти слова-то тогда, мне интересно. Вы как? Вы понимаете, сколько воли надо проявить настойчивости во всем этом? И где эта настойчивость? В чем? Меня грызть? Настойчивость ваша, что ли? И я это все должен коляску увозить? И идти потом благовестовать с этим чувством? Добрым, что за меня молятся, да? Молятся. За руку я сам молятся. Я в курсе, молятся так, что машину-то я один разбил в дребезги. Хорошо, я правда живой. Слава Богу. Вот самое главное, что ты живой остался. Да, благодарю вас. До этого мы порешим. Хорошо. Сколько часа? Четыре часа. Ну, час. Ну, надо молиться. Если молиться, то вот именно обо мне молитесь, какой я. Я не знаю, в чем там вы молитесь, как обо мне. Вот я вот такой есть, и не надо меня переделывать. Вы от кого меня переделываете? Вы хотя бы одного оставьте, кто голос какой-то возвышает за истину. Или вообще ничего не понимаете уже? Не понимаю. Ну, брат, ладно. Ты не хочешь властью переделать, чтобы он стал лучше. Прекрасно все не говоришь. Ну, только сильно. Ты когда разжигаешься, ты уже безостановочный становишься. Ну, немножко останавливайся. Ну, для кого остановиться, опять же. Для сатаны? Остановлюсь, хорошо. Пускай он тут еще побегает, хвостом помашет. Ему же это тоже ничего не нравится. Вот оно, вот это все поднимает. То, вот брат читает это немножко. А вообще ничего не обсуждал, сразу читать начали. И уже что-то долго-долго. Как долго? Как долго мы только сидим полчаса батюшку слушаем? И потом что-то еще происходит. И ничего, сидят. А тут сразу начали слово Божье. И все, заерзали уже. И даже сказали уже брату, не вмещается. Это говорит о чем? О том, что никто не читает толкование блаженного филакта дома. Никто не читает. Практически, вот кто тут сидит. Все сразу ручки кверху издались. Все. Не вмещается уже даже. Что там говорить? Я сказала, но я читаю каждый день. По два, по три раза. Называли у нас два, три раза. С толкованием, Новый Совет читаю этот же самый дома. Я тоже ему сказала. Но я читаю, поэтому не надо говорить, что не читаю. Что у тебя не вместилось? А что не вместилось в тебя? Терпение не вместилось? Так ты надолго терпение переходи. Есть собрание, есть занятие. Вот она как поделила все. Молодец. А что батюшка так сказал? Вот гляди. Ты за батюшку горой. Батюшка сказал, читайте толкование. В тот раз одна проповедь была, служба длинная была. И они успели вторую проповедь. Он просто на это место попросил его проповедь. Тебе нужно было, знаешь, что сказать? Когда Игорь сказал, а теперь я буду читать без остановки, никому не дам ничего комментировать. Ты должен был. Как? Брат, надо с остановкой, давай комментарий. Так он под тебя же говорил, чтобы быстрее все это прошло. Ты одного стиха не даст. Одного стиха перед Господом не выдержала. И вся твоя, как говорится, благодать. Надо было читать это. А надо было читать одно послание. Сегодня было два. Вот и все. Много. А то, что там непонятно. Да ладно много. Ну не так уж это все. И много сестры. Просто вам не интересно. Все. Что там говорить? Вот сейчас вот прочитает он подряд все это. И не буду я комментировать. Или вот Игорь. И вот у вас все нормально пройдет. Никак. Нигде не задержитесь. Ну, Галя у нее там может быть что-то она. Ей дети, я понимаю. Традиция. А сестры сидят о своем уже. Там что, внучки приедут, не приедут. Что бы сделать варенье повидло. И пошло там. Это же Иван Грозный был. И подошел Андрей и говорит. А тебе сегодня не засчитывается. Что тебе не засчитывается? Ты сегодня на службе не был. Ты пошел отсюда. Как не был. Я вон выше всех стою. Выше всех стоял. Да не на службе умом был. И он точно строил этот момент. Дворец. Где камни найти. Как это тогда сложно было. Сколько повозок надо все вычислял. Вот так вот. И у нас такая же точно петрушка. Нам не интересно это слушать. Апостол Павел сказал и сказал. Ладно все. Поэтому у нас даже до такого договорились. Сестры некоторые. Вот тут некоторые есть. Она вообще сказала. А при чем здесь коринфяне и мы? Что ты опять на священство прешь? При чем здесь это все? А ну как к нашему священству-то относится? Это ведь... Я говорю. Так это что ты думаешь? Вот Христос говорил о ветхозаветном священстве? Ну конечно. Это значит к нашему никак не относится? Нет. Я говорю. Ну давай открываем. Деяния святых апостолов. 20 глава. С 28 стиха. Там что написано? Апостол Павел вызвал пресвитеров и священников. Чьих? А ты опять осуждаешь? Опять? Я уже апостола Павла показываю. И он сказал. Из вас самих восстанут лютые волки, нещадящие стадо. Это что? Игорь Дыбунов плохой? Или что такое? Или он просто процитировал очень внятно и понятно? Запомнили. Игорь, ты просто надо было рассказать, что такое Каримская община. Предыстория. Там очень много. Ты же знаешь это все. Ты уже пошел в лес и под рова. Вот конкретно Каримская община. Почему никому почитать нельзя? Что я тут должен все это цитировать и опять в пустоту? Так а кто знает? Я тебе попросил. Ну как кто знает? Пускай знают. Я думал, ты сейчас скажешь, расскажешь, что у тебя Каримская община. Да, ну не, зачем? Что почему? В чем причина? Когда у нас соя есть. Почему апостол Павел их обличает? За что? Рассказать, показать. Да ты же прочитал за что там? Да там я не читал. Там же облудники я же не читал. Это же только вот конкретный эпизод был взят из контекста. Но я же когда говорил, сказал, одни за блудника были, другие за Симона, третий за... И так далее. Я же в этом всем, в своей речи уже, как говорится, все это взбодрил. Ну что теперь с самого начала начинать и прям целую лекцию говорить что ли об этом? Тогда дай подготовиться хоть. Вообще, конечно, надо меньше, потому что два послания. А традиция очень хорошая, и подошли братья. Вообще братья, которые так, сильно это... Костя подошел, говорит, Игорь, давай-ка сегодня... Вообще единственный человек, который подошел, это Костя. И говорит, давай сегодня проведем вот так же, как в прошлый раз. Только, говорит, покороче. Но его заповедь не выполнили. Не выполнили. Пока ручи не получилось. Не, ну первую-то вообще мы нормально проскочили. Очень хорошо было. И все бы. И все бы, да. Да может, я предупредил, что два не предупредил. Ты не предупредил. А я сейчас буду читать, что никто... Не, ну филиппийцам я сейчас думаю, если мы сейчас начнем о Сыне Божьем, о всех этих ересях раскладывать... Это не та тема. Надо было вообще взять и прочитать Престой Богородицы. И ублажать мне все роды. Вот и тогда было бы... Пазар мне надо было. Ничего себе, какой-то базар. Не потеряйся. Как? 15-й стиль. У тебя все не потеряйся. Чтобы нам быть неукоризненными и чистыми, кшадами Божьими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Толкование. То есть, безукоризненными и незапятнанными. Потому что ропот подлежит наказанию. Это потому, что говорит с филиппийцами, как со свободными. Послушай далее. Итак, роптать свойственно рабам и неблагодарным. Потому что, какой сын, трудясь для своего отца и себя самого, ропший. Я знаю, что многие ведут борьбу против вас, вынуждая вас таким образом к ропоту. Но в этом-то и есть наивысшая похвала, если кто и возбуждаемый другими, ничего такого не делает. Ох, не делает. Нельзя роптать. Кто-то вот начал, не повторяйте, не делайте. Будьте благодарны. Ропотники неблагодарны. Я за все благодарительное. За все. Гляди, извини. Там не говорится, что именно слова дают. А потом дела идут, вот в чем дело. Поэтому не делайте ничего такого, написано. Не делайте. После ропота идет дальше бегство. Мы же знаем это. Сначала идет ропот, ропот он сильнее и сильнее. Должен перейти, казалось бы, во что-то путнее. Нет, перед тем, как бегать, еще человек затаится. Такое вот. Нет, сначала он затаивается, потом ропот. А что он ропот? Да. Сначала таится, потом ропот. И потом бегство. А я слышал наоборот. Перед бегством он его таится. Ропот, сначала. Недовольство. Он недоволен чем-то. Высказывает сначала. Его никто не поддерживает. Может и так. Он начинает тогда таится, выходить. Своим видом показывает, что он уже на старте таком. И отсюда потом выясняется, что не все наши. А чтобы все были наши, нужно не допускать в себе ропота в первую очередь. Почему ради ты недоволен? Ты для себя самого, для Христа делаешь это недоволен. Слово ропот, если наоборот прочитать, топор. Прикуси язык. Откруби язык. Перепоезд, зла речи. Это вообще злые речи начинают говорить. Когда мы начинаем разбирать, вот ты начинаешь политика, все там, Путин, там все, страны. Но ты любую сейчас страну возьми, мировую. Вооружение есть в любой стране? В любой стране вооружение есть. Спецслужбы есть, армия в любой стране есть. Ну, понимаешь? Но есть при этом и Евангелие. Зачем все это в одну кучу-то варить? Вот неправильно, что там это, это неправильно. Это политика, понимаешь? Как тебе сказать? Кто, я не помню, из отцов церкви сказал. Мы мирное семя, понимаешь? Мир. Понимаешь? Если ты... Ну, возьми царя, батюшку, царя. У него не было армии. Православный царь в армии. Все, то же самое. Так это было еще из Византии, Константин Великий. Это вот прямо сейчас возьми, не знаю, с 4 века, когда гонения на христиан прекратились. Тогда все это пошло и пошло. А вышли на современного нашего президента. Ну, не знаю, что это так? Ну, ты все... Начинай тогда с Византии это. Даже раньше туда. Копни в Римскую империю, в Константина Великого. И начинай с Константина Великого и пошел по порядку. Все, кто называли себя христианами, но военные, все это там. Василия Великого туда можно добавить в этот список. Его правила, как он это пытался ограничить. То есть надо все в целом рассматривать. Молодец, и что дальше? Ну, и что дальше-то, я не могу понять. Ты все в целом рассматриваешь. Ты заменяешь за медведя, я не понял. Я за то, что ты когда начинаешь говорить, тебя можно понять двояко. За кого ты? За медведя ты или еще за кого? Когда ты начинаешь говорить о чем-то, ты расширяешь, что это вообще во всем мире так. И всегда было так. А не то, что конкретно вот эта Россия страна не такая, президент не такой, это не такое. А кто тогда такой? Кто тогда такой? Ну, ты мне так и скажи. Ты вот не в узком смысле говори, а широко рассмотри всю мировую историю. Так это другой вопрос. Там же православных не было. А этих... Да православных где только не было. Вся Византия была, примерно тысячу лет она была. Ну, Византии, что дальше? Константин Великий, там что не было, там все православное было. И где Византия? Везде армия, везде спецслужбы. Где Византия? Где Византия? Где, да, Византия. Нет, Византия, все. Стамбул. И причем до 1800 какого года? 77-го. До сих пор Стамбул. Стамбул. До сих пор. Уже русские помогли освободиться там грекам, с болгарами и сербами. Я не понял тебя, что там... Ты еще меня не понял? Если ты конкретно говоришь о чем-то, ты это все делай шире. Не конкретно суживай, потому что тебя нужно понять как-то непонятно. Да ладно, пускай приглашают, куда-то там объяснимся. А можно отнести вот такое, что написано в Евангелии. Внешних, внешних, не трогать. Внешних это те, которые неверующие. Внешних судит Бог. Отдадим Богу уж и их судить. Нельзя. Почему нельзя? Потому что написано, не участвуйте в делах тьмы, но и обличайте. Ну обличайте, но не судить, что они... Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Конкретно об язычниках говорится. Вот прям 100% утолкование говорит об язычниках. Не о каких-то братьях твоих. Нет, они не участвуют в делах тьмы. Мы находимся верующие. Верующие. Вот ты не можешь обличать нас. А мы даже можем сказать, что Путин себя считает православным. Он себя не считает каким-то там безбожником. Ну ты не знаешь. Поэтому мы спокойно можем об этой администрации всей. Нет. Они стоят... Ракета взлетела эта, Плесецкая, и они стоят, крестятся. Стоят, крестятся. Хорошо, что крестятся. Ну конечно хорошо. Только что они крестятся-то? Они не этому истукану не поклоняются. Хоть крестятся. А кому они поклонились? Так они ракете поклоняются-то. Потому что он знает. Путин стоит и одним взором на него смотрит. Сейчас если взорвется, это... Ну пиши, пропало его. Карьера закончена, все. И он когда она улетела, 169 секунд ему так раз на ушко шутнули. 169 секунд, Иванов. И я стою такой, смотрю, думаю. И прям все показывает. В Плесецком, которая первая залетела. С Плесецкого. Игорь, возьми интернет, открой. Я что-то не могу сказать. Первая ракета. Другой не было никакой. И они вот так в ряд стоят. И ракета поднимается. И 169 секунд нужно, чтобы она пролетела. А дальше уже все. Дальше там нечем угореть. Она в небесах. И Иванову подбегает такой. И наука. Он такой. 169 секунд. Слава тебе, Господи. Все. Взлетело. А мы разговариваем о внешних, неверующих. Нам это надо? Обличайте, когда вот их обличайте. Как Мария Магдарина подошла и подарила. Подарила красное это самое. Нет, неправильно вы. Не подарила она ничего. Ну, она... Это он сказал. Если, говорит, яйцо покраснеет, тогда поверишь, что воскрес. Вот именно. Она ему как бы явила это. Но она как бы обличила. Она внешнему. Она не пошла внутри. Она с ним прям беседовала. Она с Тиберей беседовала. И что дальше? Вот в это время обличение нужно. Они здесь перед нами одно и то же говорить-то. Нет. Мы уже знаем это. Людмила Степановича, здесь кроме вас и нас смотрят еще миллионы людей. В том числе, может быть, и Путин смотрит. Это конкретно к нему обращение. Он считает себя православным. Да. И Иоанн Креститель обличал Ирода. И чем это значит? Сестры, вы... Внешних он обличал. Сестры, вы только о себе думаете. И что вы о себе надумаете, мне интересно? Вам это не интересно. Ну, поговорите с нами вот по душам. Что вы дома вот разговариваете? Ну, поговорите вот на камеру. Давайте, начинайте. Я не о том, что говорю, что это не говорит. Но сказали, уже все понятно. Сказали. Повторение должно быть. Ну, что именно это тратить? Ну, вы сказали, а потом постоянно к этому возвращаемся. По каждому вопросу к этому возвращаемся. Вот в этом речь. Вы понимаете, что вы просто проскочили. А вот Галя может не проскочить уже по этому поводу. И вот возьмут вот Тарасика, который может быть священником настоящим. Потому что он столько слышит. Я не знаю дальше, что пойдет. Талант разовьется верой или нет. Дай Бог, Господи помилуй. И под ружье, и пойдет в Сирию он. И там его убьют. И привезут в гроб. И что? Она мне уже не скажет. Ну, ты подонок. Ты что, не мог раньше сказать, что ли, мне, что будет? А я сейчас предупреждаю не только ее. Я предупреждаю всех, чем закончится. Вы еще не отпилали своих пацанов. Проскочили, как говорится, нынешние. А кто-то не проскочит и ни за что уйдет в могилу. Потому что потом, увидите, с Эрдоганом опять начнут обниматься. Уже обнимаются. С этим Обамой начнут обниматься. Там Трамп будет. С Трампом будут обниматься. Дальше. Вы видели, как встречаются те, кто под Сталинградом воевал? Вы вообще понимаете, что такое война? Видели Сталинградскую битву? Фашисты грызли глотки русским, а русские пальцами отрывали вот так вот, челюсти вырывали прямо немцам. И потом они встречаются через 50 лет, плачут друг к другу вот так вот. Насклонились старики уже и плачут. И разговор такой, этот по-немецки, этот по-русски. И зачем мы с тобой только тут друг друга рвали на части? Я не хочу, чтобы он был таким дурачком. Ни за что рвать на части. И Христос не хочет. Понятно вам, нет? О чем я говорю? Это понятно, Игорь. Ну и что? Вы хотите сказать, что это не актуальная тема? Это тема актуальная. Мы уже пропитаны этой темой. Мы знаем. Вот даже вот, ты что говоришь? Ну а почему вы ни разу этого не сказали? Почему я опять должен говорить? Подожди, Игорь. Вот то же самое, я тебя выслушала. То же самое, я говорю Гале. Что-то говорю. Она никак не воспринимается. Она улыбается. Вот именно. А, улыбается? Какая Галя? Вот, Галина Васильевна. А потом она мне говорит, когда случилось, что-то упало. Она говорит, а что мне ты раньше-то не сказала? Я говорю, я тебе говорила. Когда говоришь, понимает, улыбается. Потом, когда случается, она говорит, а ты не могла бы мне посерьезнее это мне сказать? Я говорю, а сколько можно говорить? Понимаешь? Вот то же самое. Вы сколько можно столько и говорите? Про котов опять ее говорили Котов меньше держать или что Ну нет, я говорила, что нельзя так жить Нельзя так это самое Ну конечно нельзя, у меня бабушка так жила Я могу сказать, чем закончилось Вот, а реакция неадекватная у них Это верующий человек Хорошо, что у нее дочка есть моя мама Она верующая Доходила до конца Ну а всех собак просто взяли, собрали Привезли собачники, закрыли его, увезли Вот и всем закончилось А кошки все передохли Она их дустом затравила Дустом взяла, посыпала кошек Они все в страшных мучениях подохли Двадцать с лишним Двадцать восемь кошек было Вопрос к тебе, смотри Четырнадцать посланий апостола Павла Четырнадцать, да? Но еще это не говорит о том, что сколько Ну там говорят, там какое-то послание кому-то послал И это вот Возможно еще, да, были И жили во времена Римской империи Рим, единая власть Языческая власть Как часто апостол Павел говорил Им называл имена правителя Августа И говорил, вот правитель такой У него армия такая-то Он там войска объявил войну такому-то Там царей полно было вокруг Это времена воин были Как часто он в посланиях об этом говорит А сколько? Подожди, я не закончил Христианские государства Подожди, я тебе говорю Я не закончил Коринфянам там, филиппийцам Все Где он говорит? Написано Молите за царей, за начальствующих Дальше он говорит Вот ходит этот Не напрасно носит меч Кому он сказал? Не напрасно носит меч Это был римский легионер Который не напрасно Делает, говорит, добро И будешь иметь похвалу от власти Делающий зло Как часто он об этом говорит? А ты превращаешь нас же занятие В политинформацию, понимаешь? И настолько бывают Такие провокационные слова Тебя можно вообще понять по-разному Тебе даже Игнатихнич сказал Не трогай московскую патриархию Я уже все сказал Тебе Игнатихнич сказал Не трогай священство Уже все давно сказано В книгах написано Ты идешь наперекор уже даже словам Того наставника Которого ты восхваляешь Вот Игнатий Тихонович Игнатий Тихонович Да если ты уважаешь Игнатий Тихонович Ты послушание-то выполни Тебе батюшка сказал Тебе Игнатихнич сказал Не поднимай эту тему Ты не умеешь так говорить Чтобы это было донесено до человека Ну закрой эту тему и все И занимайся душой Я тебе объяснил Расскажи о Каринской общине Ты ничего не рассказал Хотя у тебя знаний там Ума палата Вот и все Сейчас начал о Путине Начал о этой Сирии Вот телевизор открой Включи И все там ты увидишь Оценку давай Они верующие ребята Что они не знают Что они идут умирать Вот я работал с одним человеком Он говорит Знают что ли? Да знают все Да ладно Мы работали с одним парнем Он что не знает Что если его пошлют Его убьют Он говорит Я пойду с сержантом Или куда там набирали Ребят этих военных И умру За Путина Ты же Да Это в Российской Федерации было Это при президенте Он говорит Я пойду Наймусь наемником Я говорю Ну ты же знаешь Что это связано Что тебя могут там убить Там что-то Куда-то пошлю тебе Ну а что Зато хорошо платят Вот и все То есть человеку без разницы Убьют его Не убьют Он знает что его убьют Но он все равно пойдет Нет Он не знает что его убьют Как он не знает Он Человеку 40 лет Или там 42 года было Он не знает что его убьют Мимо него это пройдет Он только так и думает Больше никак А это ты его просто побудил Он ответил Нет Мы разговаривали о том Что вот он говорит Вот трудно Денег что-то мало На работе платят И там где-то набор был Я не знаю Сержант Ну куда-то Какие-то это Я не знаю Набирали Он говорит Я наверное пойду Так ну ты же знаешь Чем это связано Тебе заплатят Но тебе завтра может быть Ты готов к этому Да типа без разницы Вот и все Поэтому Ты говоришь Тарасик Все прекрасно знают Что если ты военный Ты готов Должен душу положить свое Уж за кого Это отдельная история Нет уж Лучше проскочить Отмечаю Погибу Все Да Закончили Время Застойная святого истину Блажитетя Богородицу Присноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херубин И славнейшую Без сравнения Серафим Без искления Бога И славнейшую И славнейшую Сущую Богородицу Тя величаем Благодарим Тебя Господи За это занятие Распусти нас с миром И все услышанное Здесь Дай принять В истине Господи Прости Чем согрешили Перед Тобой Сегодня Обсуждение Господи Хвала Тебе Чести Поклонения Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Спасибо Христос Спасибо Христос Спасибо Христос Спасибо Христос Спасибо Христос